Здравствуйте! Добро пожаловать на Кухне Совет! Сегодня предлагаю вам приготовить очень популярный и всеми любимый торт 3 шоколада. Он очень нежный, воздушный, похож на подтаявшее мороженое, при этом имеет потрясающий разрез, не требует долгого времени приготовления. В общем, одни плюсы. Давайте начнем его готовить. Начнем мы приготовление с бисквита. Бисквит у нас будет тоже на шоколаде. Темный шоколад заливаем растопленным маслом с молоком. Даем немножечко постоять и все перемешиваем до однородности. Получится такая достаточно густая масса, главное ее хорошо промешать, чтобы не осталось никаких комочков. Далее разделяем 2 яйца на белки и желтки. Аккуратненько отделяем желтки, чтобы ни капельки не попало в белки, иначе они не взобьются. Добавляем к белкам щепотку соли. И начинаем их взбивать, постепенно увеличивая скорость миксера до максимальной. Когда над белками появится такая шапка из пены, можно добавлять сахар. Добавляем 50 грамм сахара. И теперь уже все на самых высоких оборотах миксера взбиваем до плотных устойчивых пик. Потом этими же венчиками взбиваем желтки с сахаром. Желтки тоже нужно взбить хорошо до посветления и пышности. Когда взбили желтки, добавляем к ним подготовленный ганаш, вот эту шоколадную массу. Единственное, она должна быть уже не горячей, а комнатной температуры. Все хорошо снова перемешиваем до однородности. И аккуратненько вливаем эту массу к белкам. После того, как влили вот эту шоколадную массу к белкам, аккуратненько лопаткой все перемешиваем, желательно в одном направлении. Очень аккуратно, чтобы белки не опали. У нас получилась вот такая вот однородная красивая масса. Добавляем сухие ингредиенты. Мука, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Все это аккуратненько просеиваем. И снова лопаточкой снизу вверх, желательно в одном направлении, перемешиваем до однородности. Мешайте очень аккуратно, потому что важно, чтобы масса не потеряла свою воздушность. Далее подготавливаем форму 18 см в диаметре. Перекладываем туда тесто. Духовку прогреваем до 180 градусов. Аккуратно все разравниваем, чтобы бисквит не вырос у нас такой вулканической шапочкой в духовке. Чуть-чуть отстукиваем для того, чтобы вышел лишний воздух. И в духовку примерно на 25 минут до сухой зубочистки. После духовки вырезаем бисквит из кольца. И оставляем его остывать. Когда бисквит остынет, срезаем шапочку. Совсем немножечко срезаем, просто для того, чтобы не было корочки, которая будет портить структуру вот этого вот нашего воздушного и нежного торта. Посмотрите, какой потрясающий бисквит. Он невероятно нежный, очень шоколадный и вкусный. Подготавливаем форму 18 см. Я ее снизу еще на всякий случай затянула пленочкой. Поставила ацетатную пленку. И выкладываю туда бисквит. Бисквит я пропитаю кофе с сахаром. У меня было 30 мл кофе и 2 чайные ложки сахара. Все пропитываем. И теперь я подготовлю сливки сразу на все 3 слоя мусса. Это очень удобно, чтобы несколько раз не взбивать их. Сразу взбиваем весь объем сливок. До достаточно плотного состояния, но не крепких пиков совсем. И переходим к первому слою. Добавляем этот слой на темном шоколаде. Растапливаем темный шоколад со сливочным маслом в микроволновке. Добавляем сюда желатин, замоченный в молоке и распущенный также в микроволновке. Все перемешиваем до однородности. Смотрим, чтобы масса была не горячее, чем 35 градусов. И добавляем ее к 1 трети сливок. Если вы добавите горячую массу, то сливки, конечно же, опадут. И не будет ни воздушности, ни нежности. Поэтому обязательно давайте шоколаду с желатином остыть. Все хорошо промешиваем до однородности. Аккуратненько, не торопясь. Но в то же время слишком долго не промешивайте, потому что сливки могут тоже опасть. Выливаем все поверх бисквита. Отстукиваем, разравниваем. И я отправляю обычно в морозилку, пока занимаюсь следующим слоем, чтобы первый точно застыл. Второй слой, это у нас молочный шоколад. Растапливаем его также со сливочным маслом. Добавляем к массу с шоколадом желатин с молоком, распущенный в микроволновке. Снова все перемешиваем до однородности. Обращаю ваше внимание, обязательно должен быть очень качественный шоколад, потому что на нем здесь весь вкус и держится. Обязательно выбирайте хороший вкусный шоколад. Добавили еще к 250 мл сливок шоколадную массу. Перемешали и выливаем поверх застывшего первого слоя. Если у вас нет ацетатной ленты, можете обтянуть кольцо изнутри обычной пленкой пищевой. И потом просто ее аккуратненько снимите. Единственное, поверхность будет не такая ровная. Снова отстукиваем и снова отправляем в морозилку, пока занимаемся третьим слоем. Третий слой, это слой на белом шоколаде. Все делаем аналогично. Единственное, обращаю ваше внимание, что в каждом слое разное количество желатина, поскольку в каждом шоколаде разное содержание какао-масла. Поэтому для того, чтобы все слои были одинаковой плотности и текстуры, необходимо в каждый слой класть свое подходящее количество желатина. Поэтому обращайте на это внимание и не кладите одинаковую граммовку желатина во все три слоя. Иначе вы получите просто разные муссы по текстуре. Итак, вылили сверху слой на белом шоколаде и снова отправляем в морозилку. Также я покрыла сверху потом глазурью молочный шоколад сливки и добавила к ним желатин, тем самым задекорировав тортик без каких-то излишних и долгих приготовлений. Тортик у меня постоял в холодильнике 3 часа. Теперь я его разрезаю. Посмотрите, какой он нежный, воздушный. Там просто тысячи пузырьков. Если у вас форма другого размера, я обязательно в описании приведу таблицу перевода и пересчета ингредиентов для других форм. Пользуйтесь и у вас обязательно все получится. Торт действительно получается очень вкусный. Его обожают и взрослые, и дети. Как видите, приготовить его тоже сможет каждая хозяйка. Поэтому готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание и подписывайтесь на наш канал. До свидания!